Всем привет! С вами Анна Брагинская, и эта маленькая пирамидка – отличный пример нестандартного применения монастырского плетения. Работы здесь на 15 минут. К концу мастер-класса у вас будет не только готовый элемент, который можно использовать как кулон или сережку, но и новые приемы плетения, применение материалов в вашей копилочке. А если вы хотите знать больше и творить в свое удовольствие самостоятельно, делать реальными свои идеи, то приходите на мой курс «Бисерный ликбез». Вас ждет 20 уроков по всем техникам плетения и их приемам. Много практики, обратная связь от преподавателей и активный рабочий чат. Ну а мы готовим нитки-иголочки, начинаем творить! На экране вы видите материалы, которые вам понадобятся для работы. Это биконус 3 мм, стеклярус 9 мм, круглый бисер 15 и 11 размеров, а также жемчуг 2 мм. Последний очень сложно найти, поэтому вы можете заменить его на любые другие бусины подходящего размера. Полный и точный список вы найдете в описании к видео. Начинаем работу с создания вот такого кристального центра. И именно здесь нам понадобится знание монастырского плетения, а именно квадратного жгута. Моя пирамида состоит из треугольников, поэтому для начала я нанизываю 3 биконуса, провожу их почти до конца и связываю нить узлом для того, чтобы соединить начало и конец. Получается такой треугольник. Прохожу в ближайший биконус и ставлю круглые 15 по углам моего треугольника. Для этого я нанизываю бисерину и захожу в следующий кристалл. Таким образом двигаюсь по кругу. Первый треугольник готов и теперь к нему я добавляю следующий. Для этого я донизываю еще 2 биконуса и захожу в тот же биконус, из которого вышла с другой стороны, проходя по кругу. На новом треугольнике я также добавляю круглые 15 по углам, по всем трем углам. Для того, чтобы сделать третий треугольник в пирамиде, я прохожу в круглый 15 и в биконус, в любом направлении, в любом из треугольников. Нанизываю один биконус, захожу в кристалл напротив, видите, я сложила до этого треугольнички вместе и соединяю два биконуса в углу, не добавив ничего. У меня есть третий треугольник и теперь на нем я добавляю круглые 15 по углам, по всем трем углам. У меня остался четвертый треугольник, это донышко пирамиды, и у меня все кристаллы есть, их нужно просто собрать. Прохожу по всем трем кристаллам, соединяя их вместе в треугольник. Следите, чтобы нитка не цеплялась за предыдущие бисеринки. И теперь по углам я ставлю круглые 15. wichtig braid? Торма? Торма ну guard. моя пирамидка готова и она кстати может быть самостоятельной бусиной вы можете сделать ее из более крупных элементов биконусов 4 и 6 миллиметров поставить по углам круглые 11 но у нас это далеко не финал поэтому я захожу в круглую 15 ближайшим нанизываю круглый 11 стеклярус 9 миллиметров круглый 11 и захожу в круглый 15 следующий который находится на той же грани треугольника поднимаясь круглый 11 снизу вверх нанизываю стеклярус и круглый 11 захожу следующий круглый 15 обязательно поправляйте каждый раз и поднимаясь в круглый 11 снизу вверх нанизываю только стеклярус 9 миллиметров и захожу самый первый круглый 11 сверху вниз поправляем стеклярус чтобы хорошо сел захожу в круглый 15 внизу рядом с выходом из бисерины поднимаясь в круглый 11 поднимаясь в круглый 11 захожу в стеклярус и теперь по краям я добавляю пары круглых 15 добавляя последнюю пару я прохожу стеклярус и в еще одну круглую 15 первую в паре я нанизала круглый 11 и прохожу теперь в круглый 15 стеклярус и круглый 15 и таким образом добавляю круглый 11 по углам когда я ставлю последний круглый 11 то я выхожу не из круглого 15 а из стекляруса обратите пожалуйста на это внимание почему потому что я начинаю спускаться вниз через круглую 11 круглый 15 которая у меня стоит верхушки кристальной пирамиды и начинаю делать новый треугольник всего у вас должно получиться 4 таких треугольника по одному на каждой плоскости пирамиды теперь нам нужно соединить между собой эти треугольники и для этого я нанизываю жемчужину прохожу в круглый 15 стеклярус круглый 15 снова нанизываю жемчужину и снова прохожу в круглый 15 стеклярус круглый 15 поправляем этот проход видите нас таким образом соединяются друг другу треугольники и теперь каждую грань треугольника каждую сторону я присоединяю к соседнему проходя по кругу когда вы соедините три соседние границы то перед тем как идти дальше пожалуйста соберите жемчужины верхушки для этого вы проходите по круглым 11 и по жемчужинам в три точки и это еще больше укрепит вашу пирамидку вы видите что я прохожу с трудом поэтому если у вас толстая иголочка то поменять ее на максимально тонкую 12 13 размер моя пирамидка готова можно фиксировать нити и переходить крепление я подвешиваю мою сережку на пинах для этого я взяла пин 4 сантиметра поставила там на краю биконус 3 миллиметра для того чтобы зафиксировать бусину прошла через верхушку там где мне жемчужины через верхушку кристальную внутри и вышла на второй стороне ставлю биконус 4 миллиметра это небольшой сюрприз по нашему списку материалов но вы можете поставить и 3 миллиметра в принципе вопрос чисто визуальный и беру круглогубцы накручивая мой пин на круглогубцы оставляя достаточно крупное кольцо для того чтобы оно прошло на мою швензу я не обрезаю пин потому что он тонкий и мягкий все мои пирамидки готовы жду вашу поддержку видео лайков и комментариев к этому видео подписывайтесь на мой канал для того чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы и приходите на мой курс бисерный ликбез для того чтобы знать все все техники и их приема всем спасибо и пока